Тим Секретс, turn to pick. 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 Резерве время Ну, мне кажется, что первую квалификацию Сикреты возьмут Ну, во всяком случае, Пупей будет напряжен прямо именно сейчас, первые два дня А у второй квалификации будет тот из наших СНГ команд Но то, что Сикреты возьмут квалификацию, в этом я уверен абсолютно Ну, как будто я с детства и с рождения, что называется Как говорится, одно дело болеть, другое дело реальные расклады какие-то пытаться предвидеть Ну, пусть дойдут до максимально возможного раунда Там, не знаю, в полуфиналах я бы за них с новостью поболел Но, к сожалению, Сикреты просто-напросто настолько сейчас сильнее должны быть Даже наголо, может, перед других команд Даже наших СНГшных, которые более-менее именитые Что не прогнозировать им победу, наверное, нельзя все же Ну, ладно Да, это хороший вопрос, на самом деле Ну, вообще, у ПКГ будет возможность еще разок себя показать С второй опен-квалификацией Но то, что он в первом раунде первой квалификации проиграл, это, конечно же, шок А кому он проиграл-то вообще? С кем они играли там? А ПКГ за кого играет? Давай, давай Конечно Так, ну и H-Club Это знаменитый Яфа-Бьют Сыграет на инвокере Будет суппортить товарищ Джухис на дисрапторе Простите, пожалуйста, если я неправильно читаю никтема Я наверняка читаю неправильно Хена-69 играет на вибере Лайон в руках Тук Да пусть будет просто Ну, и Слардер в руках Фолда Вот, теперь мы разобрались И значит Ну, и Слардер в руках Рагонайт Все так и произошло Ну, действительно, ребята В общем-то, не стали мешкать И не стали там придумать Какие пики с однокнопочными персонажами Решили взять то, просто Чем они уверены Чем они умеют играть Вот как получится уже вопрос другой Ну, тут уже видно То, что не было проставлен в ад Например, в чужом лесу Не видно передвижения суппортов Стороны Team Secret На легкой линии Естественно, вот такие нападения Со спины они вполне будут реальны И вполне возможны Но сам факт того, что H-Club Решились поставить целую Триплу Агрессивную против Триплы Уже достойно отдельного восхищения Отдельного упоминания Что молодцы Вот только ли надо Эту самую активность И агрессивность проявлять Нон-стоп, да Когда ты знаешь, что ты уже, наверное, проиграешь В любом случае То можно таким вот Парофить таким образом И остаться в памяти У многих людей Которые смотрят трансляции Так, попытка, я так понимаю Будет очередная Убить Дисраптора Ну, Дисраптор у нас Подставляется под стад Аккуратненько окружают его Ну, скорее всего Не получится Грипсу Качал здесь Да, будет жить Пупея вернул Все в порядке Да, вот такое вот У нас интересное начало Ты знаешь, пока на самом деле Сильного фида-то и нет То есть Инвокер вроде более-менее Стоит на центральном коридоре Хотя уже по Крипстату Проигрывает Что мы видим Дарксир 12-1 Сибера 9 на 5 10 на 5 Тоже неплохо Служить можно Это не первая карта Это не первая игра Для Team Secret Где они уже на этой минуте Вели 8-0 Тут уже несколько поскромнее В результат Ну, это знаешь, как обычно бывает Метовские герои Они-то появляются То они уходят куда-то Тот же самый Рикимару Который ты упомянул Но казалось бы Да, был он довольно частый Наманил с кем-мейджером Периодически тоже видели Вот приехали домой Я начал комментировать На Ньянг Китайскую квалификацию ДПЛ Смотрел И Рикимару Не видел вообще То есть они в банах Теоретически залетают А в пике Да и не было в области Не знаю Сейчас мы матчи смотрим тоже Рикимару пока отсутствует Может быть в будущем Еще и появится Ну, что касается Я не побоюсь этого слова Но даже товарищ Дредд на оф-лине Алдор-титан Тестил Сам видел Полил его личный стримчик Он этого героя пробовал И возможно КБУ будут его брать И в своих матчах Сегодня Субтитры делал DimaTorzok 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 Точно. Так что заходите, досмотрите, поддерживайте Талент и его компанию. Дайя. 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 Нет, не уходи. Дайя. Да, дэмош хватило. Плюс ко всему еще НВ Тава решил подзабрать 6-0 в результате. Тава 1 сняли. Ну все получается. Темсикрет, куча станов, конечно. Из такого количества дизейблов выбраться невероятно сложно. Даже тому же ускользающему вечно инвокеру. Поставляют, поставляются. Умирает. Вот. Ну, кстати говоря, такой вопрос уж довольно интересный. То есть, насколько обидно команде, например, сбору друзяшек, каким-то коллегам, возможно, или просто компаньон, которые решили собраться на опыт культикации и попасть против Темсикрет прямо сейчас. Может, некто... Дайяя ботом тава упал. Ну вот, ты знаешь, просто момент... Не в этом. Момент в том, что, понятное дело, что с играми сыграть хочется каждому, я думаю. Но вот вопрос, в каком раунде с ними встретиться? Может быть, хотелось чуть подальше пройти, потешить свое эго, доказать, может быть, там, не знаю, другим своим друзьям и так далее, что они смогут пройти в одну шестьдесят четвертую, например, или пройти полностью первое игровое тень и уже потом, там, выступить против Темсикрет и сказать, что мы проиграли, там, чемпионом в опен-квалификации в одной шестьдесят четвертой, а не сразу в первом же раунде. В этом вопрос. Может, многие команды были бы не рады, чтобы на Тигретов их, там, выставило, и они попались в первом же раунде. Легчайший эскейп, просто легчайший эскейп от Джапа Бьют, просто прочитал сейчас Темсикрет, просто нажал две кнопки и спасся. Отлично сыграно. Ну, действительно, конечно, детекшен нужен, без него вообще никак. Вот, не знаю, на что ты следишь, а я слежу за тем, сколько раз в этой карте погибнет Артизи, например. Я буду считать, сколько раз он погибнет за опен-квалификации. Нет, я просто хочу посчитать, сколько раз он погибнет за опен-квалификации. А потому что именно он нафидел три раза, то есть его считать удобнее. Например, те, кто не фидели ни разу, неинтересно считать. Артизи трижды погиб в первом карте, поэтому, как созранимый счет пойдет дальше. Так вот. ... Давай-давай, предскажи до 20-ой Ну, наверное, если вдруг Team Secret не соберутся вместе Я не пропушу там, вплоть до Тир-3, не стесутрон А вообще, вот уже заметно Вот чем нам полезно смотреть именно за такими картами первых раундов Тем, что Team Secret, они реально играют серьезно Они делают чертовы стаки на Эншентах для Свена Они реально потеют Вообще, то есть они не фанятся сейчас Не бегают там где-то по 3-ой, уничтожая противника Как могли бы некоторые команды Вот только я сказал, что они не заходят по Тир-3, как Эндв уже зашел под косой Между Тир-2 и Тир-3, разорвал одного субпорта, второго тоже немного побил Теперь пошел за Инвокером, Инвокером А, ну да, не скрячет он Ленвис, пидо того, что у него книжка подкатывается Есть Санстрайк, который под себя дал, максимум его спасли Слартер неплохой станчик выдал Ну вот пошло, то самое, та самая каруселька А Team Secret начинают бегать они И полным составом попытаться убивать противника Пока вроде не ошибаюсь Аплевай стан, пошел, Слартера Еще один стан сверху Ну да, ну и Фолдон погиб, конечно 8-0 Аплевай станет бегать Аплевай станет бегать Безусловно, конечно, буду считать им одни из фаворитов То есть, ну, даже так, да Ну, понятное дело, что Бульба может быть не самый крутой оффлейнер в мире Который сейчас присутствует Но тем не менее, парень очень опытный Капитанил, многое видел со стороны Многое знает, многое может подсказать про своем коллективу Так, у нас посмотрим за моментом Сфера, может быть Артизи смогут даже забрать Ребят, языч Клаб Но Артизи слишком плотные досы Драгонайт сюда приходит Разваливаются И погиб Он погиб, четвертый фраг Я бы посчитал Ну, конечно Так самое главное, Артизи убить Не просто кого-либо Вот, все, четвертая смерть Два матча Артизи Все верно Так, ну, заканчивая мысль Вообще, вопрос, который ты там Сказал Несмотря на то, что там Бульба может быть не самый крутой игрок На оффлейне Да, и Ну, замечено было за ним То, что Ошибается Где-то что-то еще Как показывает практика Крутым Микроисполнителем На оффлейне Быть необязательно И Многие китайские коллективы Тому в пример Да, у нас Артикей Ксяоэй И так далее Как? Артикей катает Доту Неплохо Катает Один матч с ним Видел Старается Возможно Появится на Закрытых клавах Кто бы знает Ну, Ксяоэй Он там, где и должен быть Ксяоэй Тем не менее Отложен оффлейне Он четкий Вот я поэтому и говорю Что Шансы стикеров будут И поэтому Кажется, что Должно по коммуникации Они в том числе Проходить очень легко Чтобы вера В том, что они Пройдут закрытый квал Тоже была у всех Ну, во всяком случае Мне нравится подход Вот подход у них Чудительно серьезный Подход профессиональной команды Настоящей профессиональной команды Никаких Пиков С пуджами Там и прочее Взяли драмы Которые мощные И исполняют Делают стаки даже Я вот этому Больше всего рад Хотя, конечно Выглядит, может быть Не так интересно И не так захватывающе Взяли драмы Взяли драмы слушай так посмотри за моментом сперва потом довольно интересно такая это будет mb подшел под формой на полду напал нужно полпу спасать нечем а если это не утка это если какой-то прикол то на екб на я знаменитом ставочном центре даже есть ставка на количество смертей от артизи понимаешь насколько если я хитро кто они пока к 4 смерти его ты так что я не зря считаю я знаю в чем приколы так погнали но тут не сразу же погибнет я быстро запусил копчики под копчики дальше что а а а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Такой просто 20 минут это такой формальный условный очень момент, предел, тайминг, да, в котором команда считается, что она проиграла не супер в салат, раз протяжалась более чем 20 минут против Team Secret. Ну, вместо Team Secret любая команда фаворит, скажем. Так что HCL будут играть еще как минимум полторы, но где я тут точно. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ещё. Ну, надеюсь, ламповость у нас ещё будет впереди. Пока второй раунд благополучно проходит Team Secret. Также скажу вам, что Fantastic Five прошли также.